Ох и время настает, все вокруг цветет, поет, зеленеет и растет, красота как будто рай, вот таким бывает май, настроение поднимает, в тело силы добавляет, окрыляет, исцеляет, о любви напоминает, вот таким бывает май, ты его не прозевай. 11 мая, день Максима, назван в честь страданий святых мучеников Максима, Дады и Квинтилиана. Во времена царственных императоров Диокалитиана и Максимиана началось сильное гонение на христиан. Максима принуждали к поклонению ложным богам, он отказался, в тюрьме ангел укрепил его. В последующем наместники императоров приказали связать их, растянуть на земле и бить. Мученики все стерпели и смело возражали мучителям, за что были обезглавлены. Старину этот день называли по-разному. Максимов день, Максисон, Максим и Асун, Максим береза сок. Наши предки считали, что в этот день теплый майский ветерок приносит здоровье. Его даже собирали в ладонки и носили на шеи, как и крестики. Ясун, правну бога ветров Эола, был отдан на воспитание кентавру Херону, который научил его искусству врачевания. В этот день старались лечить больных от весенних лихорадок. Для этого использовали травы, подорожник, крапиву, математику и в особенности березовый сок. Предварительно больных купали в дождевой воде или старались натирать мартовским снегом, который специально заготавливали для этого. Лечение проводили только в ясную и солнечную погоду, которая предвещала полное выздоровление и продление жизни. Ненастная погода этого не предвещала, поэтому никакого лечения и обрядов не проводили. Березовый сок считали отличным средством для лечения отеков, артрита, цинги, малокровия, подагры и фрункулеза. Считалось, что наиболее целебный сок можно добыть сегодня с верхушек березы. Примета. На восходе солнца в небе нет ни единого облачка, предвещает жаркое лето. Если сегодня южный ветер дует, предвещает много летних гроз. Рябина зацвела рано, к богатому рожаю овса. Если поздно зацвели одуванчики, это к засушливому лету. Если первый майский гром на Максима порогамел утром, лето будет умеренно. Если в полдень, к теплому лету. А если в полдень с южной стороны придет, еще и плодородное. Если гром под вечер, к теплому лету, но холодной осени. Андрей, опять-таки, на дедушка открывает сезон 2. Пишет, да это правда, если у вас или у вас чего-то нет, и вы это заметили, то надо четко понять, что это есть результат вашей жизни. Иначе делать то, что себе не присуще, присуще. Ну, примерно так я бы сказал. Я уточню вот этот вопрос. Допустим, вот, я уже много раз приводил одни и те же примеры. Вот я начал мальчишкой заниматься тяжелой атлетикой. Я посмотрел, а за счет чего поднимают более сильные ребята, а потом поднимают более сильные спортсмены. То есть, вот, надо сравнить, чем вы хуже, какими качествами они обладают и каких нет у вас. И заодно посмотреть, а как они эти качества вырабатывают. То есть, грубо говоря, тренируются упорно, неупорно, как они ведут себя в спортзале, как они, ну, обращаются со штаной, что они там едят, как там настраиваются и так далее, так далее, так далее. То есть, вот эти вот качества я старался перенять. Ага, техника, посмотрел, как эта техника делается. А силу развиваем, ага, силу развиваем так вот. А восстанавливаемся, как, ага, допустим, Пол Андерсон восстанавливался тем, что он там в день выпивал по 6 литров молока. Ну, и я начну тоже сначала там по 3 литра выпивать, а потом и по 6. То есть, глядишь, дело пошло, начало что-то получаться. Точно так же, что касается оздоровления. Ага, надо этот вопрос как-то изучить для себя. А что тот делал, а что этот делал, почему у них получалось, за счет чего не получалось. Попробовал, уяснил, ага, то уяснил, появился опыт, что-то создалось в голове. И, допустим, вы там расстраиваетесь часто, что-то часто вас волнует, какие-то, знаете, у вас вот эмоциональная неустойчивость. Следующие, так сказать, этапы идут вашего развития по жизни. Ага, а что ж такое, а что, а как, а что, то, 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 то. Начинайте все это делать, чего у вас неуверенность, как ее преодолеть, что для этого надо сделать. Начинайте работать. Появляются какие-то еще новые вопросы. Ага, вы начинаете их решать одновременно. А как, смотрите, как другие люди это решили. Вот берете их опыт, опять-таки пробуйте, чувствуете, это вам больше подходит, а это вам не подходит. Это вот ваше, ага, дальше работайте. И начинает получаться. И, в конце концов, вы начинаете так работать, чтобы жизнь приносила вам удовлетворение. Чтобы вы от проделанной работы получали удовлетворение и какое-то благосостояние, которым вы были бы довольны. И при этом понимали. Значит, должна быть самокритичность. Вот. Что? Допустим, ага, вот этот уровень. Вот. Сейчас вы достигли вот этого уровня своего благосостояния, свое здоровье, благосостояние, вот, всего. Нет, удовлетворяет вас это или не удовлетворяет? Если не удовлетворяет, посмотрите, а другие за счет чего это? Этого достигают более высокого. Что надо для этого сделать? Вот как Кокошин говорила. Если вы хотите жить другой, более, так сказать, богатой, насыщенной жизнью, значит, вы должны поступать так, как ранее не поступали. Мы поступаем вот так вот и находимся на вот этом, как бы сказать, уровне своего развития, своего достатка, своего довольства. Вот три вещи. Уровень своего развития, достаток и довольства. Если вы вот этими тремя вещами что-то там у вас недовольны, значит, ищите средства, образовывайте себя, дисциплинируйте себя, дабы выйти на новый уровень, который вас удовлетворит. Большинство же вот что-то попробовало, а не наоборот, скатывается, деградирует. Вот чего не должно быть. Это очень важно понимать. И, кстати, вот как раз Андрей, он вот это вот немножечко и прочувствовал, что надо делать то, что тебе не присуще, присуще и так далее. Но я так понял, что надо делать, надо развиваться. Надо заставлять себя, если вы хотите жить лучше, здоровее и быть довольными. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахо.Про. Доброго здоровья и до новых встреч! Спасибо. 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 Спасибо.